Пашинян назвал себя политиком, генетически несовместимым с коррупцией. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какой премьер-министр обрисовал круг задач, требующих срочного решения в рамках борьбы с коррупцией. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Власти Армении полны решимости искоренить коррупцию, и даже члены правящей команды, уличенные в этом, не уйдут от ответственности. Об этом в понедельник в ходе посвященного предотвращению коррупции экспертного форума заявил премьер Никол Пашинян в Ереване. По его словам, спустя некоторое время после избрания премьером он заявил, что в Армении нет системной коррупции. Под этим выражением он имел в виду ситуацию, когда определенная доля экономических сделок идет вверха. Конечно, никто не говорит, что в Армении вообще нет коррупционных проявлений, но в то же время у власти есть желание и воля полностью искоренить коррупцию в стране, отметил он. Как вы относитесь к такому оправданию? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Самое главное достижение, что сейчас Армения демократическая страна, из Армении искоренена системная коррупция. Премьер указал на весьма странную любопытную практику, которую он успевал зафиксировать за время пребывания на своей должности. Так, порой находятся люди, которые, поздоровавшись с премьером, затем стремятся сделать этот факт, условно говоря, свободно конвертируемой валютой. Это немного абсурдно и смешно, но поверьте, есть и такие люди. И если впредь я буду несколько сдержан в плане личного общения с людьми, не думайте, что я вас гордился. Просто не хочу давать повод для коррупционных проявлений. Не без иронии, сказал Пашинян. Премьер добавил, что считает себя политиком, человеком-индивидуумом, генетически несовместимым с коррупцией. Он также добавил, что борьбу с коррупцией ни в коем случае не следует воспринимать как исключительно борьбу с предыдущими коррумпированными властями. Поэтому он заверил, что в борьбе с коррупцией для него нет понятия бывшей или нынешней власти. Коснулся пример и повышения премии зарплат министрам и их заместителям, решение которым было принято несколько месяцев назад и вызвало большой резонанс в прессе. По словам Пашиняна, повышение не преследует цели борьбы с коррупцией как таковой, ибо унять аппетит потенциального взяточника не способны никакие миллионы. Это было сделано для того, чтобы в случае уличения кого-то из чиновников коррупции, нас не мучила совесть при их уголовном преследовании из-за того, что у них мизерные зарплаты, и они вынуждены пойти на теневые сделки, сказал Пашинян. Премьер признал, что сегодня бюджетные средства не всегда тратятся эффективно, и даже госрасходы на деятельность премьера нельзя считать стопроцентно эффективными. Следовательно, вопрос улучшения эффективности станет для правительства актуальной задачей.